МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. Вопросы весенней посевной кампании, снижения неформальной занятости и другие обсудили сегодня на еженедельном совещании главы и правительства Республики. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Планы на этот год засеять 281 тысячу гектаров. Это и яровые, и многолетние травы, и кукуруза. К настоящему времени засеяны 212 тысяч гектаров. Что же касается только яровых, на 90 с лишним процентах запланированных площадей работы завершены. Традиционные лидеры Батревский, Комсомольский, Ельчикский районы сев уже закончили. Продолжается подкормка озимых культур. Как отметил министр сельского хозяйства, проблем не возникает. Средства господдержки перечисляются аграрием вовремя. На сегодня доведено до потребителей около миллиарда рублей, а всего запланировано 2,5 миллиарда. Глава Чувашии поручил контролировать вопросы химической обработки пассивных площадей и, особенно, закупочных цен на молоко. Обращаются жители, вот я был сейчас на полях, соответственно, встречался с селянами. Четко вы должны отрегулировать. У нас компаний не так много, которые на сегодняшний день нанимают там предпринимателей, которые сбором молока занимаются. Сколько их? Семь, да, в республике? Основных, крупных. Вот работайте с ними, чтобы они регулировали все эти вопросы. Проблемы, связанные с неформальной занятостью населения, выходят на передний план во многих регионах. Сложностей достаточно. Это и отток рабочих рук, и выпадающие доходы бюджетов, и отсутствие каких-либо социальных гарантий для граждан, работающих по серым схемам. По сведениям пенсионного фонда, у нас из 808,4 тысяч человек, 162 111 человек не уплачивают страховые взносы. Если рассматривать по отраслям экономики, то наибольший процент неформальной занятости, по данным Чувашстата, у нас характерен для сферы торговли, сельского хозяйства, для строительства, для транспорта, для обрабатывающих предприятий. Правительство и власти муниципалитетов развернули масштабную кампанию против неформальной занятости, когда с работником не оформляются трудовые отношения. Это и рейды по малым предприятиям, и телефоны доверия, по которым люди, получающие зарплату в конвертах, могут сообщить об этом органам власти. И множество других мер, проводимых во взаимодействии с налоговой инспекцией, службой занятости, иными структурами. Как отметил глава республики, работа эта кропотливая и ежедневная, но власти Чуваши готовы набраться терпения и решимости. Доходы граждан должны быть легальными, поскольку отчисления с них идут на обеспечение социальных гарантий. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Экологическая безопасность водных ресурсов в приоритете. Как решать накопленные в этой сфере проблемы, обсуждали в Казани за круглым столом. На совещание собрались представители региона, входящих в состав Воложского бассейна. Участие в нем принял и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Насколько серьезно сегодня страдают водоемы и как им помочь, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. На этих фотографиях видно отчетливо, насколько серьезно могут пострадать прибрежные зоны рек и их притоков. Вырубка деревьев, эрозия почвы, сброс неочищенных сточных вод. На экологии Воложского бассейна все это сказывается негативно. Прокуратуре подводят итоги прошлогодних проверок. Во многих регионах были выявлены факты складирования отходов в границах водоохранных зон. Особую беспокоенность вызывают и бесхозные скотомогильники. Огромный ущерб окружающей среде они могут нанести во время паводка. Есть и другие проблемы. Не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям работа контрольно-надзорных органов. Принимаемые ими меры нередко не отличаются продуманностью и полнотой. Не может быть признана удовлетворительная работа по взысканию ущерба, причиненного водным объектом. Закон нарушают и арендаторы береговых полос. Объекты на этих землях предприниматели зачастую возводят самовольно. Только в прошлом году было оштрафовано более тысячи бизнесменов. В Тверской области судом удовлетворено заявление о сносе 34 причалов, самовольно построенных на Иваньковском водохранилище. В настоящий момент два причала, по-моему, остаются на месте, 32 причала уже снесены. В Ярославской области по фактам производства работ в акватории водных объектов Углического водохранилища и река Сонька, причинившим многомиллионный ущерб окружающей среде, возбуждены и расследуются уголовные дела. Участники круглого стола говорят, необходимо наладить тотальный контроль за деятельностью арендаторов береговых зон. Предприятия должны задуматься и о модернизации системы очистки стоков. В Чувашии эта работа уже началась. Природоохранной прокуратуре отмечают, республика меньше других регионов выбрасывает в Волгу неочищенные воды. Эффективно реализуются и другие программы. Мы реконструкцию ведем комплексно биологических очистительных сооружений, куда сбрасываются воды сочные с города Чебоксары, с Новочебоксарского. Миллиарды рублей на это выделили. По ливневым стокам есть проблема. На сегодняшний день, приурачивая все те мероприятия к проведению юбилейных дат, в данном случае города Чебоксары, мы участвуем в государственной программе и перспективе этого вопроса тоже будем разрешать. Уже сейчас назрела необходимость разработки целевой программы по экологической реабилитации Волги. На первый план выходят и вопросы поднятия уровня Чебоксарской ГЭС. Из-за низких отметок водохранилища даже высыхают нерестилища рыб. Предусмотренные проектом регулирующие емкости Чебоксарского и Нижнекамского водохранилища, а суммарно они составляют около 10 кубокилометров, в связи с незавершенностью их строительства не имеют регулирующей емкости, работают на транзите и не могут быть использованы для срезки пиков, половодия и паводков, затрудняют крупнотоннажное пассажирское судоходство на Верхней Волге. Мы со своей стороны стремимся все делать. Теперь вопросы к государственному заказчику Росгидро по подъему воды, вопросы к тем регионам, где на сегодняшний день очень спорно обсуждают. Одни говорят, что нужно поднимать, другие говорят, что не будут поднимать. Насколько скоро получится реализовать проект, будет зависеть и от российского правительства. Участники круглого стола направили в Москву пакет рекомендаций. Комфортные условия для развития водоохранной зоны в регионах должны быть созданы в ближайшие годы. На совещании в Казанской ратуши был принят итоговый документ с подробным анализом накопленных проблем. К этим вопросам вернутся и на расширенном заседании под руководством секретаря Совета безопасности, которое пройдет в одном из регионов Поболжья. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Казани. В 2010 году от огня пострадала значительная часть лесов Чувашии. По сей день ведутся активные работы по восстановлению природных ресурсов. В Заволжье в рамках Всероссийского дня посадки леса прошла акция, приуроченная также и к 70-летию Победы. Министерство природы и общественное движение объединили свои усилия в деле восстановления природных ресурсов, потерянных в огне. Во Всероссийский день посадки леса объединились силы и энтузиазм школьников, студентов, рабочих и добровольцев Чебоксар. В Заволжском лесничестве на территориях подготовленных посадки появились молодые сосны. Пострадавший от огня лес начинает восстанавливаться. Природа, она сама по себе не может восстановиться, если не будем помогать. Поэтому здесь и молодежь, и даже с детьми прибыли, много желающих. Поэтому я призываю всех к тому, чтобы наши леса снова восстановились. Много сделано для того, чтобы леса в дальнейшем не только восстанавливались, но и в пожарном отношении, чтобы были защищены. Чебоксарское лесничество обеспечило работу необходимым посадочным материалом. Мастер-класс по посадке леса провел директор лесничества Василий Богданов. Сегодняшняя акция не единичный случай. Проблемой леса заинтересовано как государство, так и общественное объединение региона. Экологическая организация ЭКО проводит работу как на полях, так и в деле просветительства. Экологические уроки в школах проходят повсеместно, как в Чебоксарах, так и в районах республики. У нас уже пятый год идет большая программа, называется «Больше кислорода», в рамках которой мы ведем просветительскую деятельность среди школьников. Мы с ними проводим экоуроки, рассказываем, как важно и зачем вообще сажать деревья. Одно из самых важных и значительных наших таких программ, проектов – это вот программа «Больше кислорода». Конечно, человек, если он уже неравнодушен, ему очень просто помочь природе, если мы вовремя уберем завалы, если мы вовремя поможем, вырастим свой посадочный материал и посадим его на это место, то мы ускорим время восстановления этого леса. Всероссийская акция о посадке леса проходит не первый год. Акция направлена не только на восстановление утраченных природных ресурсов, но и на экологическое воспитание и культуру поведения людей в лесах. Александр Гаврилов, Регила Кубайкина, Андрей Анисимов, Республика. Сотрудники госнаркоконтроля Почуваши провели очередную спецоперацию, в ходе которой был задержан житель Чебоксар. Его взяли с поличным при попытке сбыта наркотиков. Задержать наркоторговца удалось благодаря звонку на телефон доверию ФСКН Почуваши. Молодой человек уже не раз попадал в поле зрения наркополицейских, неоднократно приобретал и продавал различные синтетические наркотики. В ходе обыска гаражного бокса было обнаружено около 400 граммов амфетамина в пакете с кулинарным тестом. Партия особо крупного размера предназначалась для сбыта в столице республики. Возбуждено уголовное дело, проводится тщательная проверка по факту преступления. Теперь наркодилеру грозит пожизненное лишение свободы. Пожалуй, каждый студент и школьник знает, что такое конференция и зачем она нужна. Вот уже 17-й раз в столице Чувашии прошла межрегиональная конференция научного творчества «Юность Большой Волги». На открытие побывала и наша съемочная группа. Физика, математика, машиностроение и множество других дисциплин – все они представлены в конференции «Юность Большой Волги». Ежегодно в ней принимают участие более 650 работ студентов не только нашей республики, но и трех учебных заведений Республик Татарстан, Мриэл и города Воронеж. Проходят, ребята, тяжелые испытания, потому что конференция проходит в два этапа. Сначала проходит заочный тур и в результате оценки компетентного жюри на очный тур, на котором мы сегодня присутствуем, проходят только уже одни из самых лучших работ. В этом году из 641 работы в очный тур прошло 358. Выявить талантливых студентов, которые специализируются в различных отраслях науки – вот главная цель фестиваля. Каждый год в его программе появляются новые дополнительные секции. Но, пожалуй, самыми интересными по-прежнему остаются творческие направления, например, журналистика. Кстати, на этот раз в аудитории активно обсуждался вопрос о факторах риска телевизионных журналистов. Почему я выбрала эту тему? Потому что мне кажется, что журналисты мало защищены именно в наше время. После событий на Украине, когда журналистов, к примеру, Первого канала Анатолия Кляйна, оператора Первого канала, его, получается, убили. И никто не несет за эту ответственность. В процентном соотношении журналисты гибнут именно в мирное время, чем военное. Хотя должно быть, наверное, иначе. Вот, хотелось бы, чтобы жертв было намного меньше. Еще одной не менее интересной секцией конференции стало декоративно-прикладное искусство. Конкурсанты в этой аудитории могут создавать своими руками практически произведения искусства, как, например, вот эта мозаика. Для того, чтобы сделать такие столешницы, участникам конференции пришлось немало потрудиться. Собирали мы, наверное, недели две. Ходили по складам. Спасибо добрым магазинам, которые давали нам плитку бесплатно. Было очень много плитки. Мы кололи, искали нужные цвета. Но было очень много потрачено сил. Это необычно. Оформление интерьера в стиле мозаики набирает обороты. Кстати, у победителей конференции появится уникальная возможность заявить о себе. Именно их работой войдут в специальный сборник лауреатов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. А в дошкольных учреждениях Чебоксар продолжает развиваться новое направление. Создаются комплексы интерактивного оборудования для детей с ограниченными возможностями. Что это такое и каким образом действует, узнавали мои коллеги. У малышей детского сада номер 7 появился новый друг – робот Лунтик. С его помощью дети с ограниченными возможностями могут играть, проходить обучение, узнавать что-то новое. В общем, вести активный образ жизни. Этот робот российского производства появился в созвездии совсем недавно. И подобных умных машин нет ни в одном дошкольном учреждении не только Чеваши, но и соседних регионов. Вадим Соколов с помощью Лунтика нашел нового друга – девочку Дашу. Я играю каждый день с Дашей в разные игрушки. Каждый день к нам приходит Лунтик. И мы с ним играем, общаемся. А когда я болел, он приходил ко мне в гости. И я играл с друзьями в детском саду. Сотворить картину из песка могут все дошколята. Для этого стала работать комната песочной терапии. С помощью такой методики ребята развивают мелкую моторику рук, мануальные навыки, что важно для маломобильных детей. В бассейне детского сада установили и специальный подъемник. Теперь малышам будет гораздо проще учиться плавать. У Марии Мирловой в этот детский сад ходит второй ребенок. В созвездии есть интерактивные помощники – сенсорный стол и доска, где малыши могут обучаться, играя. С помощью ликотеки удалось решить проблему речевого развития. Это очень необычно, увлекательно, развивает очень ребенка. Ребенок увлечен в процесс развития. Также интересно не только ребенку, но и взрослому. Очень помогает, способствует таким деткам. Пока еще детские сады не вошли в федеральную программу «Доступная среда». Но дошкольные учреждения своими силами обеспечивают комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Включение садиков в проект – такого решения сейчас ждут от Госдумы. Должна быть преемственность детского сада и школы. Понятно, что мы сейчас создаем это на базе детских садов, все условия. И именно вот эта неразрывная цепочка, она должна быть. Потому что смысл тогда того, что ребенок получил в детском саду, он адаптирован, он готов. И когда это прерывается от цепочка в школе, это уже неправильно. Диагноз, каким бы сложным он ни был, не повод лишать ребенка детства с присущими этому времени радостями жизни. Общаться со сверстниками, играть и учиться вместе с ними – то, о чем мечтают дети и их родители. И теперь такая возможность у них есть. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. 18 мая – Международный день музеев. В преддверии этого праздника в культурно-выставочном центре «Радуга» состоялась акция «Музеем правят дети». В рамках акции впервые экскурсии по залам «Радуги» проводили дети – воспитанники дошкольных и школьных образовательных учреждений столицы и Новочебоксарска. Плечом к плечу с храгами бились. Три богатыря – Алеша и Добрыня и Илья. Воспитанники детского сада номер 14 провели поэтическую прогулку по экспозиции русского зала Третьяковской галереи. Малыши прочитали стихи о знаменитых картинах «Утро в сосновом бару», «Богатыри», «Всадница», «Грачи прилетели», «Московский дворик». О героине картины Валентина Серова «Девочка с персиками» ожила перед зрителями. Историю создания шедевра рассказала Диана Малерова. В галереи «Радуга» в этот день дети посетили виртуальные залы Михайловского дворца, увидели природные камни Урала, Забайкалья, Поволжья и поучаствовали в экспериментальной игре «Свойства камней». Такие акции очень нужны, очень важны. Они помогают и нам, и детям раскрепоститься, познать больше художественный мир, узнать лучше картины художников. Школьникам была доверена и почетная миссия. Они рассказали посетителям галереи о тайнах творчества Микеланджело, о загадке Джаконда Леонардо да Винчи, о спасении Сикстинской Мадонны Рафаэля и ответили на многочисленные вопросы посетителей. Нам, взрослому населению, было очень интересно наблюдать, с какими эмоциями и с каким интересом дети рассказывали о картинах, и как их ровесники тоже реагировали на эти рассказы. Я полагаю, что данная традиция приживется в нашей республике, и, к примеру, Радуги последуют и другие музеи нашего города. Победным дублем завершился в Испании Кубок Европы по спортивной ходьбе в юниорском заходе на 10 километров. Воспитанницы Чувашской школы спортивной ходьбы Клавдия Афанасьева и Мария Лосинова выиграли для сборной России командное и личное первенство. В Кубке Европы принимали участие еще три спортсменки из Чувашии Светлана Васильева, Вера Соколова и Мария Пандакова. В заходе женщин на 20 километров Светлана Васильева завоевала бронзу. Мария Пандакова и Вера Соколова, соответственно, финишировали на пятом-шестом местах. В общей сложности сборная России выиграла три золотых, две серебряные и одну бронзовые медали и завоевала три командных Кубка Европы. В заходе мужчин на 50 километров, женщин на 20 и юниорок на 10 километров. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске в 20.00. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин